Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Финляндия открывает границы и надеется на наплыв российских туристов. Правительство Финляндии отменяет всяческие ограничения на посещение страны и открывает свои границы с Россией. Финские СМИ пишут, что приграничные финские города с нетерпением ждут российских туристов. Правда, с учетом напряженных отношений между странами надеяться на высокий интерес российских граждан к поездкам в Финляндию не приходится. Благополучные доковидные времена щедрые российские туристы приносили большие доходы Финляндии. Вклад российских туристов, по словам бывшего главы Департамента туризма Финляндии Арта Осиканина, превышал 40% в суммарных доходах туристической отрасли страны. Значительную часть доходов также получали финские торговые сети для затаривания в которых любили приезжать раньше на выходные жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для увлечения выручки финские супермаркеты даже принимали рубли в качестве платежного средства для оплаты финских товаров. Порядка 90% от всего ассортимента и объема товаров в финских супермаркетах, работающих по системе Tax-Free, выкупали российские туристы. Теперь о славных давних временах рекордных доходов финским магазинам, отелям и ресторанам приходится забыть. В финских городах Иматре и Лаперанте сейчас закрыто до 70% объектов туристической инфраструктуры, включая отели, рестораны, магазины. Из-за отсутствия спроса цены на недвижимость и аренду упали на 40%. Напротив этого финского застоя на территории Ленинградской области и Карелии активно строится туристическая инфраструктура, возводятся современные отели, на берегу Финского залива строятся дорогие рестораны. Приоритеты российских жителей изменились. Спрос на внутренний туризм вырос, а на внешний упал. Поездка за финскими продуктами в условиях роста цен в соседней стране потеряла смысл. Тем не менее финские власти надеются на российские инвестиции. В приграничных финских городах вновь развешены объявления на русском языке. Богатым россиянам предлагают обзавестись финской недвижимостью. Однако вместе с этими шагами Финляндия усиливает контроль в приграничных населенных пунктах и возводит высокие заборы. Дело в том, что власти Финляндии опасаются большого потока беженцев с территории Украины. Впрочем, пока на приграничных КПП уныло и безлюдно. По отзывам немецких журналистов из издания Die Welt, возникает стойкое ощущение, что между Россией Финляндия пустился железный занавес. Финские скоростные поезда Allegra, ранее перевозившие свыше двух миллионов туристов в год, отстаиваются в депо Хельсинки. А основными посетителями финских приграничных кафе и магазинов стали финские пограничники.